За синим забором в центре города кипит работа. На каменном мосту полностью снято асфальтное покрытие, разобраны кирпичные стены, демонтирована для реконструкции кованая ограда. Такие перила ограждали мост с конца 18 века. Чуть позже ограду обновили, но самые первые элементы сохранились до наших дней. «Это самое историческое, вот родное. Тут, раз помните, вы были в колонии, верхняя часть торчала. Вот оно было. Это настоящее, родное. Это мы отдадим музей. Проведём расчистку, нехватающие элементы, и это будем восстанавливать». Каменный мост для города объект очень важный. Это и памятник архитектуры федерального значения, и часть маршрута, по которому ежедневно проходят сотни вологжан. Поэтому мэр Вологда Сергей Варапанов еженедельно проверяет, как идёт работа на историческом сооружении. «Это булыжник заново будет использоваться, но его мы будем расчищать, потому что на этом булыжнике лежал асфальт. Ну, положили своё время, как бы испачкалось. Будем это, расчистку произвести и восстанавливать. А что не хватает, будем приобретать». После реставрации булыжник займёт своё законное историческое место. А в Уагжане смогут пройтись по той самой каменной мостовой, по которой ходили наши прапрадедушки и прапрабабушки. «Мост будет из булыжника. Это по задумке архитекторов. Это есть проект согласованный. Удобно ли будет жителям. По-другому мы не можем, потому что это объект культурного наследия. То есть, мы должны восстануть в том виде, в каком он был. То есть, мы уберём асфальт и останется вот этот булыжник, который на самом деле использовался при строительстве моста». И тут же появляется новая идея – создать экспозицию, которая покажет в Уагжанам все этапы такой сложной и кропотливой работы по восстановлению исторического инженерного сооружения. «Так как объекты исторические, могут быть найдены артефакты какие-то, то огромная просьба сейчас, может быть, уже сейчас начинать организовать выставку находок, интересных находок при реконструкции этого моста. То есть, пожалуйста, мы сейчас можем кирпич показать, который был, вот такой кирпич, вот такое ограждение, вот такие булыжные, булыжник такой. То есть, это можно, в принципе, уже начинать делать». Чтобы весь процесс выполнить в соответствии с техническими требованиями, каменный мост останется закрыт для пешеходов до начала ноября. А вот другая переправа – Красный мост – уже две недели открытая для пешеходов. Здесь подрядчик сделал временные деревянные лестницы, перила и мостки. Совсем скоро в Уагжане смогут пройтись и по бетонным ступеням. Рабочие перейдут на другие стороны входных групп. Выполнено будет и укрепление берега монолитными бетонными плитами. На привычном месте восстановят полюбившийся в Уагжанам Красный пляж. «Для нас эти объекты очень важны и для администрации, и для всех жителей нашего города. Поэтому мы периодически выезжаем, смотрим ход строительства, нет ли нарушений и отступления от графика производства работ. Посмотрели каменный мост. Всё идёт в соответствии с графиком. По Красному мосту тоже считаю, что всё идёт по графику. 1 сентября, как мы и говорили, мост будет готов». В ближайшее время начнут работы на ещё одном путепроводе – Октябрьском мосту. В настоящее время уже определён подрядчик, который проведёт ремонт платепровода. Средства на его обновление выделены из областного бюджета. Об этом губернатор Олег Кувшинников заявил на весеннем градостроительном совете. В целом же на реконструкцию и ремонт улично-дорожной сети Вологды в течение пяти лет из бюджета региона будет выделено порядка полутора миллиарда рублей. Татьяна Рыжкова, Антон Лукьянов, ВОГДРФ.